Сочинский лед К сожалению, реальность пока такова. Однако у Белякова еще будет возможность побороться на дистанциях в 1000 и 1500 метров. Стоит отметить, что Рыбинская спортшкола – настоящая кузница кадров для олимпийских соревнований. Целая судейская бригада была направлена в Сочи для обслуживания лыжных соревнований и турнира по шорт-треку. Среди них главный секретарь лыжных соревнований Татьяна Боровицкая, с которой мы также смогли связаться по телефону. Приехали разные страны. Есть, допустим, Непал, Перу. Вот такие. Понятно, что это не лыжные страны. А основные это все, конечно, сильно готовы. Это даже слов нет. Вы, наверное, вчера видели, какая борьба была. Что про наших скажете? Ну, я как бы оценивать не могу, потому что я сама судьей работаю. У меня должно быть отношение какое-то? Только к работе. Но мы тоже надеемся, ожидаем, чтобы у нас какая-то медалька была. Соответственно, и ситуацию с Валикжаниным Татьяна Васильевна также комментировать не может. Тем не менее, уже сегодня обещают опубликовать итоги рассмотрения апелляции. Три дня остается до старта хоккейного турнира у мужчин. Сегодня в расположении сборной России прибыли НХЛовцы. Запасные игроки, в числе которых железнодорожники Сергей Плотников и Егор Аверин, сегодня отбыли из Сочи в Германию, где проходит тренировочный сбор локомотива. Уже находясь в самолете, на телефонный звонок ответил нападающий Сергей Плотников. Ну да, у нас в плане тренировок, наверное, больше всего раскатка. Должна была быть игра в США, но они в последний момент рассказали, что все хорошие настроения, все готовятся в штатном режиме, ничего нового. Все готовы. Захар Акопов. День в событиях.